Вы говорили, что детей не стоит обучать йоге или внутренним наукам, пока они еще маленькие. Так когда же начинать процесс очищения своих мыслей и изгнания нечистых мыслей? Откуда вы все это взяли? Чистые мысли, нечистые мысли? Точно нет меня. Мысли, какие бы они ни были, какие бы мысли ни порождал ваш ум, их источником является уже имеющаяся у вас информация, не так ли? Вы можете использовать ее, вы можете переставлять ее и комбинировать, производя миллионы вариантов, но в сущности мысли происходят из уже имеющейся у вас информации. Если у себя в уме вы начнете делить, это чистые мысли, это нечистые мысли, вы просто... Если вы попытаетесь ограничить нечистые мысли и производить только чистые, тогда все кончено. Все то, что так называемые религии объявили грехами, стало всецело занимать человеческий ум. Если бы о них вообще не говорили, все бы пошли своим путем в соответствии со своими склонностями. Но сейчас все не так. Они запечатлены в уме каждого. Из-за того, что людям сказали, это грех, не думайте об этом. Именно об этом люди постоянно и думают. Даже собаки и кошки свободнее человека. Просто потому, что кто-то вложил в голову людей идею, что есть что-то чистое и нечистое. Не знаю, какие нечистые вещи вы узнали в свои 25 лет. Я еще не встречал в этом мире ничего нечистого. Не знаю, где вы повстречались со всеми этими нечистыми вещами в 25 лет. Я не видел ничего нечистого в этом мире. А вы? Вы видели что-то нечистое? Я не видел ничего нечистого в этом мире. Есть разные люди со своими проблемами и своими ограничениями. Но я не думаю, что в этом есть что-то нечистое. Это процесс очищения. Я вижу людей на разных уровнях чистоты. И прежде всего, сама идея о чистом и нечистом очень извращенная. Вокруг вас просто жизнь. Если какие-то стороны жизни вы относитесь к чистым, а какие-то — к нечистым, это серьёзная проблема. Я хочу, чтобы вы понимали, эта проблема гораздо более серьёзная, чем многие думают. Это невероятно серьёзная проблема. Сейчас многие религии и культуры на планете заклеймили основополагающую человеческую биологию, как нечто нечистое. Да? Да или нет? Базовые биологические процессы — это что-то нечистое. Сексуальная жизнь — что-то нечистое. Женский менструальный цикл — что-то нечистое. Какого чёрта? Вы родились благодаря этому. Значит, вы сами тоже нечисты. Весь мир нечист. Всё творение нечисто. Если вам нравится это слово, пользуйтесь им. Но кто вы такие, чтобы решать, что является чистым и что нечистым? Так была создана жизнь, не так ли? Всё зависит от того, как вы делаете то, что вы делаете, не так ли? В зависимости от того, насколько осознанно вы подходите к этому, одно и то же может стать как прекрасным, так и ужасным. В зависимости от того, кто это делает и как он это делает, не так ли? Да. Даже что-то настолько простое, как принятие пищи. Может быть прекрасным переживанием, и не только в плане насыщения организма. Даже это может быть прекрасным опытом. Кто-то ест вот так. Тогда мы смотрим на него. Ко всему можно подходить так же, не так ли? Кто это делает? Как он это делает? Вот что имеет значение. Эти предрассудки о том, что чисто и что нечисто, очень сильно навредили всему человечеству. Чистые мысли, нечистые мысли, если вы начинаете их так отсеивать, всё кончено. Все мысли — это просто мусор. Они происходят из вашего ограниченного прошлого опыта. Эти мысли полезны для процесса выживания. Вы накопили какую-то информацию. Для выживания в мире эта информация полезна. Но по отношению непосредственно к самой жизни эти мысли бесполезны. То, что происходило вчера, не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас, в данный момент. Не так ли? Но для выживания в этом мире вам необходимо помнить какие-то вещи. Нужно использовать имеющееся знание, чтобы зарабатывать себе на жизнь на этой планете. Но не делите при этом ничего на чистое и нечистое. Это может просто свести вас с ума. Нет ничего чистого, нет ничего нечистого. Жизнь такая, как она есть. Зависит от вас, сделаете ли вы ее чудесной или ужасной. Это касается любого аспекта вашей жизни, да? Любой аспект вашей жизни вы можете сделать либо прекрасным, либо ужасным. Если вы живете осознанно, вы сделаете вашу жизнь прекрасной. Если вы поступаете компульсивно, вы сделаете ее ужасной. Абсолютно все в вашей жизни. Если подходить к этому компульсивно, это становится ужасным, не так ли? Если вы делаете это осознанно, то все может стать прекрасным. Все. От самого малого и до самого значимого в вашей жизни. Все можно сделать прекрасным, если вы делаете это осознанно. И все можно превратить в нечто ужасное, если делать это компульсивно. Субтитры создавал DimaTorzok